Приветствую всех на моем канале. Сегодня, 8 октября, в 21 час 45 минут по московскому времени, состоится отборочный матч на чемпионат мира 2022 по футболу между сборными России и Словакии на стадионе АК Барс Арена в городе Казни. Прямая трансляция матча будет показана на телеканале Россия 1. Наша сборная после шести проведенных матчей занимает второе место в группе H с 13 очками. На первом Хорваты у них тоже 13 очков, разница только по забитым и пропущенным мячам. Словакии находятся на третьем месте с 9 очками. Ранее в очных встречах российские футболисты четыре раза проигрывали, потом было три ничи и три победы. В последнем мартовском поединке победила Словакия со счетом 2-1. Сейчас в сборной России большие перемены в составе команды и многие игроки не смогут сыграть из-за травм. Александр Головин, Денис Глушаков, Денис Черышев и другие. А также нет основных и нужных игроков, таких как Дзюба, Забнин, Головин, Фернандес, Ионов, Караваев. Получается проблема с атакой в нашей команде. А соперник непростой, умеет обороняться и грамотно играть. Но команда Словакии на выезде уже 9 раз подряд не побеждала. Составы команд на этот матч. Россияне будут играть по схеме 4-3-3. В составе Гилерми, Кудряшов, Джики, Дивеев. Сутармин, Кузяев, Баринов. Фомин, Захарян, Смолов, Бакаев. Не играют в этом матче. Глушаков, Головин, Ионов, Самошников из-за травм и Миранчук дисквалифицирован. Словакии играют по схеме 4-2-3-1. Радак, Голубек, Шкриньяр, Шатка. Кощельник, Вайс. Куцка, Лаботка, Гамшик. Горослин, Баженик. Главным арбитром на матч назначен испанец Матеу Лоус. Прогнозы на матч разные. Некоторые букмекеры и эксперты фаворитом считают российскую команду, а некоторые к этому относятся с осторожностью. Ну а вообще, судя по статистике, россияне чуть больше преобладают словаков. Ну и как еще покажет себя команда без ведущих игроков? Давайте будем надеяться на лучшее. Пожелаем нашим футболистам победы. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего хорошего. До новых встреч.